соседи ремонт не обращайте внимание значит сама лодка сложена в виде с мотором еще с какой-то хренью вот сумки 90 сантиметров ну приблизительно если насос не брать то вот на полкиник отдельно идет пол сюда лавочки складываем баночки сюда складываю весла здесь в числе вот где-то я видел а вот вот я провал это есть но в основном все целое все купленное с документами номером со всей кухней а теперь дамы и господа самый цимис все документы на лодку вот сертификат малого судна реестр судоплавства украины вот здесь ее все данные заводской номер максимальное навантажение все что здесь вот написано это все вот как бы на мою лодку естественно со судовым номером мокрая печать все это я заламинировал так идем дальше вот выписка тут куча документов тоже печать мокрая вот товарный чек в общем короче ребята все свидетельство про вид поведение с предприемства тут как бы все документы все абсолютно то есть никаких проблем с этими документами повторюсь нет вот договор купли-продажи вот он тоже имеется куча экземпляров короче никаких проблем с этой лодкой быть не может и не должно потому что все вы в полном порядке вот так это все укладывается сюда еще траниц отдельно входит я его достал видите место есть если нормально слаживать выкачивать то все хорошо лодка хранилась только дома гаража у меня нет в зимнее время только домашние скажем так адекватное хранение выложил баночки вот они выложил насос оставил ким надувной и сумку саму сейчас посмотрим сколько шкура весит сборе вот сейчас секундочку снимая один поэтому не в защите так ну давай отдубляйся господи 15 килограмм 14 13 800 не вижу что снимаю в общем очень легкий вариант скажем так вот в таком виде если заносить без банок дно всегда отдельно сейчас вам скажу сколько дно весит так сейчас секунду отдельно двенадцать с половиной килограмм вот весит дно я обычно лавки ложу либо сюда либо туда не знаю по настроению как когда слаживаемся как это все происходит но принципе вот такой вот по весовым категориям комплект вот такая вот лодочка надув не до рабочего чтобы было видно что где как насос жабка по его состоянию можете видеть сколько раз она надувалась надеюсь специалистам это понятно так что еще киль вот надув баночки вставил это вот под катушка держатель сейчас его покажу если у меня видос называется самый лучший катушка держатель вот такой по моему 200 или 300 грамм вот цепляется на вот эти вот штуки все элементарно просто идете как положено легким движением руки снимается переставляется в это походное положение на нос на борт судно ставится в том случае если надо вести веслами потому что рядом сидите вот здесь весла мешает сейчас попробую пройтись медленно чтобы было понятно в каком состоянии лодка никто ее не готовил при продаже как пришли с пашкой последней рыбалки на рыбалке все время моется сможете кашкой и прилипло может не заметили вот развернув вот это темная вставлял усилитель транса чтобы его не подгибало он с лаком короче отпечаталась вот так выглядит сейчас попробую наверное перевернуть это все дело вот если у меня получится туда заглянуть в общем покажу все как листья повторюсь снимая один ну как могу вот так свет заходит так вам показываю чего тут как зачем и почему значит из плюшек наклеил вот это вот это держатели для весел сюда классно входит пацак приклеил две ручки поскольку когда вы вставляете транец нести лодку не за что ручки не вот такие вот как были да эту херовенька руку в рукавицах тут даже зимой классно вставляется комплект теремкомплект нетронутый транец усиливал вот два алюминиевых уголка один вернее втулил вот потому шах мотор ну как бы выворачивать его крепко вот так выглядит дно и все остальное вот смотрите потертости если они есть шону тут есть специально медленно проведу вам было все абсолютно все видно ну после рыбалки не зубной щеткой моем но тем не менее очень хороший вот этот вот отбойник неплохо гасит брызги вот очень даже не дурственного вот сюда вставляется сейчас попробую одной рукой вот так вот транец на рыбалке и есть где-то есть видосик даже под мотором две ручки которые я приклеил обалденно очень удобно берешь рукой вдвоем легко она 15 килограмм но с этим может быть там килограмм 17 конечно с дном она потяжелее вот смотрите самостоятельно состояние всего котяра мой лазит всем к внутри творится кель сам клеил покупал отдельно но покупал отдельно вот он сидит уже на мои новые лодки поскольку повторюсь держу квартире две лодки для меня то забагато на час нему вам одну книжку вот так выглядит слайд книжка это ее сторона которая ну как бы к лодке вот которая не скользит сейчас я переверну потом уже повторю вот здесь все обработано лаком вырезал сам под свой кель перевернув и покажу вам какая она с другой стороны вот состояние и и это ее как бы то куда она стелется на дно а вот то шершавая в лодке чтобы не скользила а вот это вот гладенько ведь еще то ли листочек то ли мусор какой выпах сейчас попробую сам положить господи чтобы не упала так вот так вот она ложится к дну вернее это труда к дну немножко мусора ничего что дело такое вот вот так вот она слайд книжка выглядит покупалась отдельно тоже как бы денежки стоит значит хочу за этот корабель пять с половиной тысяч гривен в комплект уходит вот такая седуха ёлы-палочка это нам обратно на липучках пристегнута это грязь к с рыбалки это можно я могу очистить если вам в лень растягиваются на молнии обратите внимание на толщину этого мне вот толщина этого мне то что продается в магазине это сшилось на заказ чтобы вашей попки было очень мягко хотите торговаться вопросов нет седуху оставлю себе скину в случае если приедете и заберете лично отдам за пятерку вот если отсылать ну не знаю надо будет подумать значит смотрите вот такая вот лодочка хочу за нее пять с половиной тысяч ривен в долларах надо посмотреть евро по моему 166 что ли вот но это можно сказать пол цены за то что я ее брал повторюсь лодка была на 10 рыбалок прошлом году был норвегии вообще ее не надувал она у меня как стояла в комнате так и стояла потому что после норвегии на наши воды меня ломает идти вот так якорный рим забыл вот и рима ролик почему здесь они на носу потому что с такой лодкой ходим вдвоем здесь человек садится и как раз ему очень удобно ложит веревку ничего не трет через весло обалденно весла вот они прилагаются вы можете посмотреть еще и водичка с них вылетает вот каком они состоянии все рабочие ничего не коца на еще не битая ничего абсолютно не нет такого чего вот эта ручка только вылетает но это ее забить вот так в общем вот сюда вот вылетает бывает вот это единственный косячок на весле все остальное как было в первый день так и сейчас вот так что лучше всего когда вдвоем веревку там они разворачиваться жопа и отсюда вот вытягивать это не мой вариант хотя тут вот все проклеено если захотите можно и через это еще один рим или тот отклеить в общем ребятки телефон оставлю вайбер ватсап желательно бы конечно чтобы не отсылать но за ваши бабки заморочусь отошлю как говорится за счет заказчика значит вот эту я получал большая у меня 340 140 или 160 гривен это за доставку там ну то может там ривень 20-30 за коробку то есть это не смертельные деньги в общем как то так всем мира добра катайтесь не ломайтесь как говорит один блогер которого я уважаю